Украину с первым официальным визитом Перше – це є стале, надійне припинення вогню Друге – це є виведення всіх окупаційних військ з української території Третє – це припинення залякування міжнародних спостерігачів І розраховувати на те, що ОБСЄ, спеціальна моніторингова місія Налякається і покине українську територію Ми впевнені того, що це є надзвичайно небезпечні плани Надзвичайно небезпечні прецеденти І ми не маємо це дозволити Четверте – це є забезпечити надійний контроль З боку міжнародних сил неконтрольованої ділянки Україно-російського кордону і лінії зіткнення Для того, щоб забезпечити стале припинення вогню і мир І п'яте, нарешті, з безпекового компоненту Це є звільнення всіх заручників, які незаконно утримуються Як на окупованій території, так і в російських тюрмах П'яті, що лише виконання цих, підкреслюю, мінімальних вимог В питаннях безпеки могло б активізувати мирний процес І якому, на жаль, бракує лише політичній волі Москви Правительство Катаро буде добиваться возмещения ущерба от блокады, которую организовал ряд государств Об этом сообщил прокурор Аль-Алимари По його словам, власти формирують комитет, который будет рассматривать заявления частних и государственных компаний, а также физических лиц Для этого будут использованы как внутренние, так и международные механизмы с привлечением зарубежных юридических фирм Напомним, страна практически полностью зависит от импорта продуктов питания и соседних государств Торговая блокада нанесла удар именно по этому сектору экономики Впрочем, официальная ДОХО сообщала, что перебоя с продуктами нет Также помощь оказали ряд стран Напомним, Катар оказался в экономической блокаде после того, как ряд стран региона обвинили его в поддержке терроризма После этого с Катаром также были разорваны дипломатические отношения Власти Франции на фоне переговоров о Брексите начали активно переманивать лондонские банки в Париж Они уже пообещали сократить налоги на оплату труда, а также обеспечить благоприятные условия для ведения бизнеса, такие же, как в других городах-конкурентах Первое, что обещает сделать правительство, это снизить потолок налога на заработную плату Все, с кем мы общались, говорят нам об очень большой разнице между расходами на оплату труда высококвалифицированных специалистов во Франции и в других европейских городах, которые могут конкурировать с Парижем Многие международные банки с главным офисом в Лондоне пытаются понять, в какую европейскую страну переехать после выхода Великобритании из состава ЕС Для них важно сохранить доступ к единому рынку В настоящее время такие города, как Париж и Франкфурт, прилагают все усилия, чтобы переманить больше банков к себе Привлекательность города или региона определяют объективные и реальные характеристики, иногда налоговые Но, как сказала мэр и президент Совета региона, есть и другие характеристики, не налоговые или бюджетные Это культурные характеристики, которые отражают качество жизни, и Парижу есть что предложить Некоторые финансовые учреждения уже объявили, что пакуют вещи Всем инвесторам и тем, кто разочарован в Брексите, я хочу сказать, что мы готовы расстелить для вас сине-бело-красную ковровую дорожку Так же, как Лондон сделал в прошлом по отношению к Парижу Я хочу сказать, добро пожаловать в Европу, добро пожаловать в парижский регион Среди других преимуществ, которые предлагает Париж Отказ от повышения налога на продажу акций и правила, которые позволяют банкирам Более эффективно оспаривать в судах компенсацию за несправедливое увольнение В США появляется все больше компаний, которые предлагают заняться онлайн-шопингом в секонд-хенде люксовых товаров Для клиентов главная аутентичность Мы получаем товары, проверяем их, смотрим, чтобы качество было наивысшим И проверяем подлинность, а потом мы их продаем Это новый рынок, половина наших поставщиков никогда этим не занималась И половина наших покупателей никогда не покупала подержанные вещи Аналитик Маршал Коэн считает, что потребители стали другими С началом рецессии потребитель стал очень экономным Он понял, что такое ценность Он ценит не просто самую низкую стоимость Он ценит брендовые товары за меньшую стоимость Эми Уэйн живёт на Манхэттене Она одна из тех, кто теперь подумает дважды, прежде чем купить эксклюзивную вещь за полную стоимость Многие свои вещи класса люкс она продала через новый сервис Я смогла избавиться от вещей, которые вызывали у меня чувство вины за то, что я их купила Которые я вообще не должна была покупать и так долго на них смотрела Теперь всё это продаётся на веб-сайте Мои вещи уходят быстро Я смогла эмоционально очиститься от этого груза Аналитики считают, что представления людей о поддержанных товарах тоже изменились Продукцию Second Hand сегодня воспринимают не так, как раньше Это уже не обноски вашего брата или сестры Это не одежда, которую кто-то просто решил не выбрасывать Теперь это бизнес При этом рынок перепродажи не оказывает никакого негативного влияния на бренды класса люкс Как ожидается, в этом году продажи эксклюзивных товаров в мире Которые включают часы, украшения, одежду, обувь и кожаные изделия Вырастут на 2-4%